Спортсмены команды Металлург-2 еще совсем молоды. Конечно, среди них есть и те, кто уже состоит на запасе в основном составе, но львиная часть коллектива – юноши, которые только начинают свой путь в мотоболе. Несмотря на это, ребята успели продемонстрировать профессионализм. Очередное тому доказательство – первое место на Кубке Содружества. Не сразу, но удача все-таки улыбнулась. Последняя игра мне запомнилась тем, что там вся команда вставала в защиту, полностью закрывала ворота. То есть невозможно было проехать. Было очень интересно посмотреть, как играют. Очень завораживающая игра была. Будем дальше побеждать, дальше играть, дальше больше и дальше интереснее. Кубок Содружества проходил в Республике Беларусь. В течение двух дней Металлург-2 успел сыграть с четырьмя местными командами. Впервые видное защищал новый игрок, который перешел к нам из Ипатовского колоса. 16-летний Владислав Русанов такой возможности очень рад и надеется оправдать надежды руководства. Встретили хорошо ребята. Со всеми знакомы уже, можно сказать, познакомился на первенстве на детском. Встретили хорошо, все друг друга знают. У нас все хорошо. Планы будут такие, что сейчас готовимся. Летом будет у нас проходить чемпионат России. Планы такие, чтобы выиграть его. Впереди у ребят еще выезд в воскресенье. Два матча подряд им предстоит сыграть в Коврове. Один между детскими составами, а в другой встрече за звание лучших поборется видновская молодежка и местный Ковровец. Юлия Погасян, Александр Логин и Екатерина Давлятова. Видно этого.